39 лет бежать в марафон, 42 километра, это такое испытание Я, как новичок, 4 года назад эту ошибку допустила Прилетает марафонская стена, поднимается асфальт, кружится голова и хочется сойти навсегда И я тогда сам себе сказал, это же позор Это отбегать проблему, можно взять какую-то проблему и на пробежке эта проблема решится Перед метелкой буду бежать просто я Любой финиш, он тебя опустошает Я не могла остановиться, я вот там же зарегистрировалась на следующий забег Я реально много выиграл телефонов, 4 телефона я выиграл только за один год Он самый престижный марафон в мире, туда попасть сложно Сразу научиться дышать носом А важно, чтобы в конце кто-то тебя ждал? Очень важно, вот в Бостоне мне этого не хватало Есть легенда, что если ты не поцелуешь студентку, то что случится? Разобьется сердце твое, но я не стал целовать, я бежал за временем О, это что-то попахивает допингом Очень важен ферритин, железо в организме атлета, это важно Если вы бежите и не можете поддержать беседу, то значит вы взяли слишком высокий темп, он вам не соответствует Любители марафонов бегают в год один, максимум два марафона Мерч надо носить именно финишером Бегать по асфальту очень много, это очень плохо Как пробежала? 4.15 пешком прошла Друзья, всем привет! Сегодня говорим о беге Я пригласила в нашу студию любителей бегунов Жамбулата Кадырова, Толкан Нарушуа Жамбулата больше все знают как Жеки Энти И Жеки у нас бегает с 2013 года, да? Да, совершенно так Недавно вот вы с Толкан как раз прилетели с бостонского марафона Бостонский марафон, он же входит в топ-6, да, по-моему? Он самый топовый А, он самый топовый То есть это вы им завершили? Мы им начали Шестерку Мы начали Начали, да? То есть вы как самые настоящие казахи, да? Совершенно верно Лондон Токио Чикаго Нью-Йорк И уже на вершине стоит Бостон-маратон Но мы казахи Мы начали с Бостона Вот Но будет очень тяжело казахам бежать в Лондон-маратон Потому что есть определенные правила И есть положение в маратонах На которых нам казахам Казахстанским атлетам, любителям сложно отобраться То есть если в Бостоне мы отобрались Вот Толкан показал очень хороший результат на предыдущем старте И благодаря этому результату У нее была возможность поехать на Бостон У меня тоже самое У меня был предыдущий Роттердам Я так То в Лондоне такого не проканает Почему? Потому что там нерезидентом практически нельзя участвовать Нет, а почему? Если вы в Бостон пробежали нельзя? Вот такие правила У лондонского марафона такие правила Ты можешь там участвовать только Вот Толкан скажет как? Как? За деньги? Нет, на самом деле Четыре остальных марафона, да? Они идут через квалификации Через лотерею То есть можно выиграть в лотерею слот И попасть на этот марафон А как выиграть лотерею? Раз в году они проводят лотерею И можно выиграть У меня так есть слот, например, на Токио марафон Я его совершенно случайно выиграла Но тогда я конечно не умела бегать в марафоны И случилась пандемия Все эти забеги сдвинули И таким случайным образом можно сказать Мы подошли к бостонскому Он самый престижный марафон в мире И туда попасть сложно квалифицироваться А как вы туда попали в Бостон? Но пока мы ждали все эти сдвигающиеся забеги Вот наша квалификация видимо так выросла Слушай, про какую квалификацию вы говорите? Время Да Вот у бостонского марафона Раз мы говорим про бостонский марафон У него есть в возрастной категории Лимит времени То есть допустим Вот у мужчин В категории допустим 45-49 лет Лимит времени там 3 часа Ну примерно да То есть там плюс-минус я сейчас точно То есть 42 километра нужно за 3 часа пробежать Да А девушкам надо пробежать допустим 3.15-3.30 Понимаете? И младшего там 35 Чуть там больше 2.45 там 2.40 3 часа Если у тебя это время есть подтверждающие Вот у меня есть время октябрьского марафона Роттердам я бежал У меня есть время 2.39 То есть мне этого слегка хватило Я когда делал регистрацию Я им показал свое время Показал ссылку Они меня без проблем зарегистрировали Толгана, а у вас какое время было? То же самое 3.15 только марафон Валенсии Чтобы попасть на Бостон Нужно квалифицироваться через международный марафон То есть нужно где-то его пробежать Не раньше чем за год до марафона И собственно подать это на квалификацию Но и то нет никакой гарантии, что вас примут Потому что они отбирают самых сильных То есть все остальные там 26 тысяч участников Они могут быть быстрее чем 3.15 И соответственно они получат преимущество Чтобы пробежать марафон в Бостоне, в Токио или в Лондоне Нужно где-то подтвердить Что ты вообще нормально бегаешь Но вот я поняла, почему я не бегала до этого марафона Потому что у меня реально есть страх Что в какой-то момент я просто пойму, что я морально не готова И что я просто не добегу до финиша Только он у вас был такой вот в самом начале Конечно, конечно Первый марафон он именно такой Потому что 42 километра это все равно не шутка Ни в коем случае Я как новичок 4 года назад эту ошибку допустила Потому что у меня не было подходящего тренера Который бы мне вовремя это все рассказал Я дистанционно занималась, сама по себе бегала Естественно, она наступила на все грабли Какие только можно было в первый год И пробежала свой первый марафон в первый год Как пробежала? 4.15 это пешком прошла Ну, со всеми седрами Я, конечно, поспорю бы Это лукавит 4.15 для девушки это шикарное время Первые марафоны Потому что у марафона есть лимит Едет метелка последняя, у которой есть лимит времени Там, насколько я помню, кажется 6 часов 6.30 даже, да Да, 6.5 часов Едет метелка это человек или машина? Ну, это машина так, она там с веником условно И тебя как бы говорят Слушай, ну хватит тебе уже 6 часов уже издеваться И там есть люди, я вот представляю, что это буду я Ну, мы не допустим Перед метелкой буду бежать просто я Для того, чтобы этого не было, мы немножко подготовимся Ну, конечно Как был, да, у вас? Конечно, он был Причем я-то готовилась, то есть я бегала Я до этого пробежала Вы были уверены в том, что вы прибежите первой, да? И 5, и 10, да, и 21 сбегала до этого То есть полмарафон сбегала И когда я вышла на марафон, первые 21 километр я пробежала очень быстро Я была уверена, что я иду на результат 3.30 Я была уверена в этом Но на второй половине Но марафон начинается у нас с 35-го километра Настоящий марафон начинается на 35-м километре И когда тебя так накрывает, прилетает марафонская стена Подымается асфальт, кружится голова и хочется сойти навсегда И последние вот эти 5-7, иногда там 3 километра Нужно просто на характере добежать Какой бы у тебя темп не был бы Почему я говорю своим вот друзьям, которые со мной бегают Ни в коем случае не переходить на шаг даже с первой тренировки Чтобы это не осталось в памяти И это я подтверждаю Потому что вот первая тренировка здесь в ботаническом саду Я бежала с Богданом, Жаке И потом я говорю, так, ребята, давайте отдохнем Чуть-чуть я сюда выдохлась Жаке говорит, ни в коем случае не останавливаемся Ползем, я не знаю, там, бежим очень медленно, но не останавливаемся Вот это было сделано правильно, поэтому в памяти у вас этого не останется И поэтому ваш марафон, когда он будет, а он будет, поверьте нам, мы же друзья Поэтому я и пригласила вас, чтобы вы мне объяснили, знаете, я такой человек-логика Мне нужно все разобрать А есть ли вообще финансовая в этом выгода? Потому что вы 4 года бегаете, вы 9 лет бегаете, вы работаете в Майкрософте, Жаке Я уже на пенсии, я же бывший военный Вы бывший военный, да Ну, то есть, вообще есть какая-то финансовая выгода? Ну, когда первые старты начали организовываться в Казахстане, я выигрывал практически все То есть, помимо марафона же у нас были велозабеги с Александром Винокуровым Просто забеги на 10 километров проводили старты А там что-таки, классные призы? Там были шикарные призы, были телевизоры, новые Самсунги, телефоны Давали в конвертах по 50-100 тысяч тенге Ну, долларов Да, нет, нет, в деньге, но это мотивировало нас заниматься То есть, если это взять вот 13-14-15 года, это круто, это мотивировало Я реально много выиграл телефонов, 4 телефона я выиграл только за 1 год И мне тогда даже подарили слот на участие в триатлоне, первом Iron Star в Сочи Тогда Марат Жаналбаев был амбассадором и два казаха было в Сочи Это был 2015 год, в сентябре Это тоже считалось очень круто Вот, то есть, у меня было очень много разных стартов Не только вот раз марафон и все, нет, это неправильно То есть, у любого человека, который более-менее занимается любительским спортом То есть, велосипед Бег вот только позавчера, буквально на днях она ездила на Мидео Вот, я на нее смотрю в сторис, как так, она уже крутит, счастливая То есть, ее ничего не остановит, да? Потом она где-то плывет в бассейне или там на море То есть, это активный образ жизни Просто, не обязательно только бегать Вы же были обычными казахстанцами, как все мы Я изучила инстаграм аккаунты Ваши и Толкен, и Жаке Есть фотография, вот она, где Жаке Среднестатистичный, да, мужчина Житель Нурсултана, который ходит утром на работу Стрессы, да, которые он заедает вечером Бешпармак, баурсаки Кстати, очень хороший вопрос, почему мы заедаем стрессы? Ну, это к этому мы вернемся Просто, вы были таким Жаке-Жаке И тут вдруг, 9 лет назад, что-то происходит в вашей жизни Что вы начинаете активно заниматься спортом И самое главное, вы это, ну, доводите до крутых марафонов Да Что произошло? Да ничего, я просто очень сильно полюбил горы И начал заниматься лыжами То есть, я катался шикарно То есть, с лыж началось? Все началось с лыж, да Потом началось с того, что мы познакомились с Андреем Линником С Нурланом Смогулом, с Валиханом Теном И образовали любительский клуб «Алматы Бротим» Как называл прежний Аким Алматы Исимов «Алматы Бротима» Вот, и мы взяли велосипеды Тогда я свой первый велосипед, как сейчас помню, мне его подарили Тогда мне много что дарили, я честно скажу Когда Александр Винокуров выиграл Олимпиаду в 2012 году Это было, Саша выиграл Лондон Олимпиаду Мне подарили велосипед На нем я по сей день катаюсь То есть, у меня после этого было много велосипедов Но этот самый прямо мой любимый Это который такой легкий? Это, а не себе, очень легкий Как он называется? Карбоновый Карбоновый Шоссейный велосипед, да Я не заехал Нурланд Смагулов заехал на Медео От ворд-класса мы поехали Куда-то там по Аль-Фараби, по Ленина Значит, они заехали с Андреем и с Валиханом Вы знаете, да, Валихана все, Тена Он очень такой кроссфит А я не смог Я, Кадыров, Жамбулат, как так? А мне не хватило просто, я остановился Сил не хватило? Да, мне просто не хватило сил Я остановился, где ресторан Самал Подъехал Андрей, вот мой первый Я говорю, да я не могу ехать Тогда я весил почти, ну, плюс-минус 92-91 кг И я тогда сам себе сказал Это, это же позор И начал заниматься потихонечку вот Лыжи, велосипед, походы в горы Познакомился с Максутом Жумаевым Я говорю, я хочу на Эльбрус Он говорит, пошли на Эльбрус То есть я горел большим желанием быть везде И на велосипеде, и на горе, и на воде И как раз это было, вот, те годы было много-много возможностей таких У меня времени только не было Желание было огромное, несмотря на то, что Я имел там, вот, определенный вес свой Меня это не пугало Это зависит, наверное, от того, что, возможно, я десятый ребенок в семье И мне всегда хотелось занять лучшее место за Достарханом Это удивительно Толхан, а у вас какая история? Вот с чего начался ваш бег? Мы просто поспорили с коллегами Я работаю в IT-бизнесе И, соответственно, у нас очень много ребят, которые занимаются спортом То есть Ironman, марафоны Тем более, что мы много летаем И в каждом городе можно совместить Вот любую поездку можно совместить с каким-нибудь забегом И вот это очень классно Такие эмоции все такое Я всегда удивлялась Думаю, как они это делают? Ну, 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 как-то держалась в стороне И вот поспорили на 10 километров, что смогу, не смогу Как раз это был Алматы марафон в апреле Я побежала Без подготовки? Практически без подготовки Ну, два раза до этого я То есть поспорили с коллегами Что вы точно там, в смысле, проигравший платье за что-то Я уже даже не помню, на что мы спорили Ну, был хороший спор, да В итоге я практически пешком дошла этот забег Но те эмоции, которые были на финише Они были настолько яркими Что вот первая же мысль на финише Несмотря на то, что я почти пешком дошла, да Первая же мысль была Когда же следующий забег? Я хочу еще Я не могла остановиться Я вот там же зарегистрировалась на следующий забег И все И начали каждое утро бегать Да, да Каждое утро я так попала к Марату Жламбаеву Здесь знаменитый бегун в Астане И потом уже в беговую школу И с каждым забегом результат становился лучше, лучше, лучше И все, я уже не могла остановиться Это надо учесть еще тот момент, что только мама двоих замечательных, прекрасных деток Ну и вы отец Ну, понятное дело, да Я так понимаю, что там Все семейные люди Все семейные люди И, как правило, я смотрю, что там прям детей-то и нет Такой молодежи, молодежи нет Это все-таки люди возрастные Такие зрелые, да Там 30 плюс Мы детям даем большую мотивацию Ну, по крайней мере, мои дети все в спорте, в любительском И я всегда говорил, что в жизни нужно играть и на думбре, и на гитаре, и на балалайке И бегать, и подтягиваться, и... Ну, одно дело говорить, а другое дело, когда ты это делаешь каждое утро, да И твой ребенок просто на тебя смотрят, конечно Да, да, они делают, я уверен Даже я вижу ваши сторисы Ваша дочь, хочу поздравить, она перешла в другой уровень сегодня или вчера Надеюсь, перешла, еще и результаты неизвестные Ну, сегодня экзамен С ее настроем, я думаю, что да Как вообще полюбить бег? Потому что я бегаю с вами, Жаке Ну, признаюсь честно, не могу сказать, что я прям, вот как Толкан говорит, такая Вау, супер, давайте на следующий день бегать Тут надо поменять момент, это же психология Если вы будете думать, что это вам надо, то это будет тяжело Если вам это не надо, а вы хотите, тогда это будет очень круто И не то, что это там какая-то фишка, новая мода и все такое Нет, это в первую очередь ваше здоровье и ваше желание Если у вас есть желание, вы не будете... Вы можете позвонить, я вот вам сейчас честно говорю, мне в любое время Даже если я не буду здесь, я буду здесь на второй день И я с удовольствием с вами разделю эту тренировку пополам Почему? Потому что мне очень интересно дойти с вами до финиша вместе Понимаете? Но и при том, при одном моменте, что это вы будете хотеть, у вас будет желание Вот как полюбить бег? Вот, например, Толхан, как вы полюбили бег? Знаете, я попала в правильную компанию У меня была беговая школа То есть все-таки от любви зависит? Да, да, да Да, у меня была беговая школа, которая... Вот там 200 человек, которые просто точно так же заряжены У нас куча чатов, мы обсуждаем Берлин-марафон, Токио-марафон, что-то еще там в Стамбул Вместе слетали Это сейчас? А как было в начале? А в начале мы обсуждали... В начале мы обсуждали такие Давайте пойдем в Аксайский марафон побегом Таким будет марафон Нет, это был триатлон-парк И было зимой до такой степени холодно И я до сих пор помню свой первый зимний марафон Полумарафон 21 километра мы бежали И было минус 29 Я пробежала, у меня лицо просто заледенело Но ведь была же эта бешеная мотивация бежать Зачем-то мы это делали, да? Потому что целая группа людей Они все друг друга поддерживают Мы все хотели каких-то результатов И мы не могли остановиться Мы знали, что вот она следующая цель Она будет в марте, это марафон Если мы сейчас этот полумарафон не пробежим То к марафону мы просто не будем готовы То есть все время нужно какую-то цель перед собой ставить, да? Всегда Потому что после того, как вы финишируете Вот Толкан классно сказал Как только она финишировала Она уже начала думать Господи, когда Где можно зарегистрироваться на следующий марафон Потому что любой финиш Он тебя опустошает Вот только ты финишировал Все Я больше никогда в жизни бегать не буду Но как только я финишировал Я точно знаю, что у меня осенью будет уже Берлин марафон И еще между Берлином И до Берлина в сентябре 4 месяца Я буду участвовать где-то на местных забегах, стартах Но в принципе Я как думаю, что для простого Мы же не сразу выросли так Раз и Берлин, и Чикаго Нет, мы Вот я ранее говорил Было куча, много забегов Здесь мелкие Нас было всего лишь 100 человек И там 200 на забегах Потом выросли 500 Если брать Алматы маратон То первый его десятилетний забег Который Я был немножко соучастником этого забега На первых стадиях Было 2500 человек, насколько я помню То есть сейчас Последние маратоны Да, вот Алматинские Они собирают более 20000 Или около 20000 Участников Да, не все бегут 20000 Марафон Потому что у него есть спутник То есть это основной марафон 42 Его бегут, допустим, там Процентов 10 Ну 2000 человек, допустим И остальные спутники Десятку бегут Или половинку Но это масса людей бежит Поэтому Это уже неплохо Это уже хорошо, да Это называется вот Марафон со спутниками А Вау Вот эти полумарафоны Они не считаются Марафон Нет, нет, нет Это half, десятка Это спутники А вот в плане того, что Когда считается крутой марафон Если брать Чикагу, Валенсию, Амстердам, Роттердам, Берлин, Прага То там без спутников То есть если заявлено, допустим, Нью-Йорк маратон То 55000 участников И они все добегут И вы тоже Поверьте Там с метелкой никто не будет бежать Нет, нет, почему? Вот Нью-Йорк маратон Короче, в Нью-Йорке, Бостоне Бегут рядом с метелочкой? В Нью-Йорке, да Какую одежду нужно покупать для бега? Или вот просто достаточно открыть свой гардероб Вытащить любую спортивную одежду, взять любые кроссовки и побежал? Нет, нет, совершенно неверно взять одежду и побежать Для бега нужна специальная экипировка, толком он может сказать Да, я бы рекомендовала посмотреть именно беговые отделы в любом бренде Очень важно подобрать правильную обувь, чтобы она давала нужную амортизацию Таким образом не травмируются колени То есть кроссовки должны быть с какой-то платформой, да? Это не то, что платформа, это пена Это пена, которая помогает смягчить удар То есть тебе легче получается бежать, да? Да, когда бежите, вес вашего тела обрушивается на ваши колени И чтобы этот вес смягчился, вот удар именно смягчился Вам нужно, чтобы оно амортизировалось какой-то мягкой пеной снизу И бегать лучше вот по такой поверхности, то есть по мягкой В Астане вот есть супер ботанический, есть ЛРТ, есть центральный парк Желательно бегать, да Здесь вот все есть для бега, для бега здесь все есть в Астане Главное, чтобы было желание Вот обувь, достаточно хорошие лосины Сейчас очень много производителей Adidas, Nike, Mizuno, очень другие производители Достаточно много, можно просто брать то, что нужно для бега Потому что для хоккея есть одно, для футбола есть другое, для тенниса есть третье Для бега тоже есть свои кроссовки, есть свои лосины, есть свои маечки, которые нужно одевать Ну и потом это эстетично Да Для девушек это всегда, это хорошая мотивашка Конечно И в общем бежать как? Нужно, вот я, потому что проходила курсы у Марата Желомбаева Он говорит, что нужно как-то вот так вот типа падаешь, да? Ну подача груди вперед всегда Все время Ну Говорить можно или нет? Можно Потому что вы все время говорите, да? Без остановки Да Я все время на вас смотрю и думаю, как не пересыхает рот? Ну если вы видели последние мои тренировки, я даже заклеивал рот, не говорите Почему? Потому что чтобы дышать носом Очень важно сразу научиться дышать носом Если мы научимся во время бега дышать носом или во время бега разговаривать Вот как вот Толкан правильно говорит, чтобы правильно начать бегать и был у тебя невысокий пульс, то проверяется как Толкан? Разговорочный темп, то есть нужно иметь возможность разговаривать во время бега И это значит, что у вас правильный темп Если вы бежите и не можете поддержать беседу, то значит вы взяли слишком высокий темп, он вам не соответствует То есть после быстрого забега Когда я бегу, мне хочется просто молчать Вы можете слушать собеседника, да? Вас я могу слушать, но говорить я не хочу Хорошо, мы тогда для вас немножко подберем другой темп, который будет чуть-чуть пониже Очень важно научиться правильно бегать И если мы хотим научиться быстро бегать, то мы бегаем медленно Сперва медленно, потом быстро, а потом уже все остальное Там в беге есть много-много чего другого Но я опять же хочу сказать, не надо, друзья, зацикливаться на основном беге Есть куча других видов спорта, как плавание, как велосипед, просто ходьба и здоровый образ жизни Бег просто как часть жизни, да? Совершенно верно То есть ты можешь бегать, когда тебе хочется Ну что, побежали? Да Динара, куда мы так торопимся? Тимур, тебе уже давно пора в сауну Так здесь же Джейм Спорт Правильно, здесь сауна костюмы продаются Вау, какой блестящий, смотри Тимур, это и есть сауна костюма Джейм Спорт Бегаешь в нем в ботаническом каждый день и теряешь свои килограммы Динарочка О, ты уже вспотел, вот видишь, сауна костюм уже действует Когда устанешь бегать, начни ходить Можешь все-таки на самокате? На самокате? На самокате? Он уже будет переедеться Тимур, ты уверен насчет самоката? Он мне нравится В твоем возрасте, знаешь, падать очень опасно Может, тогда йогой займемся? О, Тимур, займись уже хоть чем-нибудь В Джейм Спорте, друзья мои, есть все для спорта и для здорового образа жизни ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нью-Йорк, почему сто процентов говорю, что вы пробежите, потому что он не самый быстрый То есть, там достаточно большой лимит времени В районе, там, 7 часов, кажется, или 6-30, я сейчас не помню В Нью-Йорке будет 6 мостов, то есть, трасса тяжелая Очень тяжелая, но она такая, он спокойный марафон Как классно бежать и смотреть Нью-Йорк, да? Да, Париж, Париж, шикарно, да Вы, кстати, успеваете разглядеть? Я Париж весь, я Париж весь посмотрю То есть, когда ты бежишь, это не так, что ты бежишь и быстрее бы добежать, да? Нет, нет Есть возможность посмотреть на город, посмотреть на дорогу Вообще, есть в этих городах какие-то свои фишки беговые? Вот такие самые красивые, они, конечно, большие марафоны, да? То есть, Парижский марафон идет через весь город практически Самый красивый Это, наверное, действительно один из самых красивых марафонов Лондонский тоже очень красивый Но вот Токио, например, Бостонский, это линейный марафон Мы бежали через 8 городов То есть, это как из Талгара добежать до Иссентая в Алмате, да? Или нас взяли, вот Бостон, я перебил, извиняюсь, 42 марафона Мы здесь в Астане финишируем, вот здесь в парке, допустим Но нас отвезли в сторону Караганды за 40 километров Представляете, какая организация Вот эту массу в 24 тысячи человек Сорганизовать больше половины, отвезти на старт утром И чтобы они оттуда прибежали сюда И чтобы это было все безопасно Да, это все безопасно Это организация на самом высшем уровне, да? И самое классное про эти марафоны Это то, что все 42 километра, то есть 8 городов Стоит живой коридор из людей Живой коридор это люди То есть, они поддерживают людей Для них это как для Бразилии карнавал, да? То есть, они каждый год ждут это мероприятие Мне кажется, они на этом еще и зарабатывают, да? Ну, вот смотрите Давайте обратим внимание, в чем пришла Токкан И в чем пришел Жекенти Они пришли, чтобы, так сказать, похвастаться перед нами Футболочка Мы заслужили Да, обратите внимание Ну, подарили бы хоть что-нибудь Хоть ободочек Ночь надо носить Да-да-да Это вам все подарили? Или там просто вот, кстати, это же Это бизнес Как Каннский кинофестиваль, да? Когда Каны зарабатывают на кинофестивале Потому что приезжает огромное количество туристов Также и на марафоны прилетают, да? Да, это большой бизнес Это целая индустрия То есть, в день марафона За три дня до марафона Было экспо Марафонское экспо Это такая ярмарка Огромная, как весь, я не знаю Несколько павильонов Атакент, допустим, в Алма-Ате, да? И где собираются все самые лучшие Новинки спорта со всего мира Это спортивные достижения Там продается все От массажеров, одежды, обуви До всего на свете абсолютно Супер Но, конечно, каждая вещь стоит очень больших денег Элементарно Вот мерч Ну, вот то, что на нас, да? Кстати, это одна такая Представляете, сколько человек Это же все купили И не по одной штучке Это друзьям, родственникам, да? На подарочки Ну, да Да, но единственное, что про такие забеги Да Мерч надо носить именно финишером Надеть футболку Бостон Марафон И бегать в ней Должен именно финишер Да, должен именно финишер Ну, там же наверняка не спрашивают И финишер, не финишер Продадут тебе, наверное Но если Это очень узкий круг То есть у нас получается Из казахстанцев сколько человек бегало? Девять человек В шесть мужчин и три девушки Ну, это в этот раз, в этом году? Да Ну, может, до этого они бегали? Ну, в этом не Ну, в этом не Другой год, например, да? Да, ну, в смысле Если человек финишировал, тогда он Ну, может вот именно в этом мерче Гулять, бегать и все что угодно Видите, какая неревность Все есть У нас, у любителей Да, у любителей Есть очень много негласных Таких, ну, вот Моментов и правилов Какие еще у вас есть правила? Ну, мы можем с толком Похвастаться, что в этом году Это самый быстрый старт Для казахстанских любителей бега Почему? Из шести мужчин И трех девушек Вот толком показалось Самый лучший результат Три часа девятнадцать минут Если мне память не изменяет Мужчины все вышли из трех часов? Мужчины все вышли из трех часов То есть 2,58 2,52 2,47 2,48 И вот Другие участники Все шестеро мужчин Все вышли Показали самое лучшее время И вот этот Сегодняшний старт Это Ну, он считается Для казахстанских любителей бега Самый быстрый В этом году был мощный десант Вот Во главе с толком Но толком единственная Девушка Женщина Девушка Нет, а две девушки еще были А еще две девушки, да? Ну, они Ну, так сказать Любители-любители Совсем Почему? Потому что Ей же Ну, они пробежали На своем субъективном опыте Говорить Потому что Я не профессиональный спортсмен Занимаюсь бегом Только последние 4 года Мне кажется При правильном подходе Правильной технике И правильной обуви Никакого вреда Никаким суставам И тем более Коленям не будет Как вот часто говорят Особенно Взрослые поколения По старшему поколению Говорят Сотрешь все коленки И вот суставы Все откажут Ну, на самом деле Это Это большая местиция В здоровье И если Правильно Восстанавливаться Потому что Ну, не так важно Даже пробежать Эти дискетры Скорее Восстановиться Гораздо важнее Да? А как восстановиться? То есть, после этого Сходить на массаж Сделать заминку В конце То есть, не просто Пробежать быстро Но еще и замяться Обязательно Растянуться Возможно Принять ванну С солью, с содой Там, с магниевой солью И так далее Ну, и естественно Правильное питание ЗОЖ и так далее Ну, вот толком 4 года назад Вот скажем До того, как вы начали бегать И сейчас То есть, вы стали реже болеть Там Вы больше чувствуете Энергии Да? То есть, какие изменения Вы увидели? Кардинальные Я бы сказала У меня никогда не было проблем с весом Вес всегда был один и тот же Но качество тела Очень сильно изменилось Потому что 4 года назад Я только вышла из декрета После двух детей И Несмотря на тот же самый вес Я была вот То, что называется Skinny fat Да? Вроде бы на вид худая Но в то же время Никаких мышц нет Абсолютно А сейчас такие рельефы? Да Это все Только благодаря бегу Или все таки фитнес еще есть? Нет Нет К сожалению Времени на фитнес пока нет То есть, это только бег И в беге задействованы Абсолютно все мышцы Что касается Что касается Вот именно Качество Тела Да? Что происходит с ним? Если Раньше Нужно было Очень много всего Принимать То есть, витамины Косметология И прочее То сейчас Это все Отошло в сторону И можно так сказать То есть, что Просто полагаешь Интуитивно На свой организм Ешь то, что ты Примерно понимаешь Что очень Ну, как бы хорошо Отразиться на твоем организме Да? Делаешь регулярные тренировки И, как бы, энергия Она все Она всегда присутствует Единственное, что Очень важно Это Восстанавливаться Потому что Восстановление Многие недооценивают А как вы восстанавливаетесь После марафона? Потому что Пробежать 42 км Без остановки Да? То есть, это же не так Что пойти домой И поспать, да? Еще добежать 5 км После 42 км? Да Правда? В смысле Добежать до дома? Все по-разному Нет, конечно После финиша Все по-разному финишируют Кто-то, конечно Выжимает на все 100% Кто-то отходит Но как правильно Восстановиться? Ну, марафон Отнимает очень много сил Поэтому Любители марафонов Бегают в год Один Максимум Два марафона То есть, мы вот бегаем Насколько я знаю Столкан Весной И осень И марафон Забирает очень много сил На клеточном уровне То есть, физически После марафона На второй день Очень тяжело ходить Вот Ни в коем случае Ну, в моем опыте Нету массажа Потому что Это очень неправильно Я считаю И как мне сказали Ну, нужно, да? Массаж Нужно быть чуть позже Чуть-чуть позже Нужно очень много ходить Либо в велосипед Либо поплавать Я восстанавливаюсь Где-то две недели Две-три недели Вот В этот раз я восстанавливался Две недели Я не бегал Вот Только когда я прилетел сюда Мы с вами начали бегать с вами Как бы для вас это мы бегаем А для меня это практически не бег То есть, я потихоньку-потихоньку Я начал только тренироваться с понедельника То есть, после марафона просто две недели вы не бегаете Да, только очень много хожу Там 15-20-30 тысяч шагов Ну, много Для организма вообще это не стресс 42 км? Кто придумал вообще, что именно 42 км нужно бежать? Это история Я пришла Кто придумал? Кто этот человек? Покажите мне его Это воин Воин, который принес победу грекам и сказал Мы победили в Афинах Их Это же история Уходит далеко-далеко Далеко-далеко Да, далеко-далеко А что там в конце? Он умер? Он умер, да От чего? От того, что сказал, мы победили Выдохся Но он был изранен наверняка Не от того, что он прошел эти 42 км И не факт, что он этот свет 42 Там может был 40 или как-то меньше Плюс больше Но он принес победу Известие о победе В Афины Сказал, мы греки победили Это был 15 или 16 век Надо смотреть гугл Это оттуда и родилось И когда я в Афинах первый раз бежал в марафон Самый сложный свой марафон Почему? Потому что он был вниз То есть трасса была немножко наклонена вниз И там вот я разбил очень много менисков своих То есть я повредил очень сильно чашки, как говорят Но это естественно не чашки Я повредил суставы Потому что мы люди Привыкли чуть-чуть всегда вверх бежать А это был вниз Марафон То есть под наклоном небольшим И настучал я просто колени Мне было очень-очень больно Я тоже тогда пробежал за 4 часа с копейками Для меня это было С метелочкой в конце Да, да Это было очень тяжело Я никогда больше не буду бегать Говорят, что во время бега приходят какие-то креативные прорывные идеи Толхан, вы замечали это? Да Кровь начинает циркулировать быстрее И соответственно мысли они ускоряются То есть если есть какая-то, например, проблема или вопрос нерешенный Может быть вы хотите что-то креативное какое-то решение получить на какой-то вопрос То вы можете его взять на пробежку На пробежке, вот поверьте Запрос такой, да? Да Очень частая практика, кстати, в парах, которые бегают Это отбегать проблему Можно взять какую-то проблему И на пробежке эта проблема решится Потому что Слушайте, классный лайфхак, да? Да, да А вы? Ну, у меня на самом деле вообще медитация То есть я уже дошел до такого уровня, когда я бегаю В основном один Я медитирую Если в компании, если компания хорошая Может поддержать разговор То это тоже замечательно Можно просто бежать и общаться Ну, тем более в такой вот компании, как сейчас Мы бежим спокойно, труссой Можем обсуждать любые моменты Любые вопросы Все, что нас интересует А вы часто какие-то встречи проводите вот так вот, бегая? Да, я много У меня все коллеги бегают Очень много друзей бегающих Заказчики, партнеры практически Мне кажется, в каждой компании есть беговое сообщество уже сейчас Слушайте, классно То есть можно вот так вот и время сэкономить, да? Ну, многие бизнесмены и политики утром бегают Но это стало трендом То есть сейчас уже не модно, да? Там быть полным Модно быть здоровым Модно быть здоровым сейчас Конечно И это вы понимаете, что вы тоже такие транзитторы Ну, нам это очень приятно на самом деле Быть мотиваторами к здоровому образу жизни Поэтому еще раз хочу повториться В Астане сейчас вот Нашим правительством, да? Государством или нашими Ну, вот акимами или там, не знаю, акиматом Создано все Пожалуйста, вот Астана Шикарный парк, ботанический, триатлон, ЛРТ Все есть Главное, чтобы было желание Мы, мы как мотиваторы всегда И приглашаем, и мотивируем У меня было интервью с Булатом Жамишевым Он сказал, что он начал бегать Для того, чтобы бросить курить У вас было такое, что вы что-то тоже плохое бросили? Бег вам в этом помог Ну, я боролся с весом И хотел себя изменить Потому что у меня всегда с детства борьба за внимание Так я привлек к себе больше внимания Через бег, через занятия спортом Лыжи, велосипед, все остальное Поэтому мне нравится быть во внимании Даже вот сейчас мы с вами делаем пробежку Мы находимся в большом внимании На нас смотрят все Меня это радует Я от этого получаю кайф У меня к вам вопрос Насколько совместимы бег и вредные привычки? Например, там, не знаю, вы можете Пробежали марафон где-нибудь в Бостоне Вечером выпили венца, покурили сигаретку И еще кальянчик Кальян однозначно нет Потому что просто в Бостоне нет кальяна Нет, в любом случае Я вообще не сторонник кальяна И покурить тоже нет Но бокал вина всегда можно выпить Ну, после финиша, конечно Но признавается уже не только бокал вина, наверное Ну, нет-нет Если вы хотите добиться каких-то определенных результатов А мы уже с толкым бегаем на время На хороший результат Потому что на нас уже смотрят Поэтому мы уже не халтурим И последние несколько лет я уже не выпиваю Раньше, да, то есть это такие забеги Там где-то после велосипеда Там были половинки айронменов И это нормально было посидеть, попить вина Но, опять же, как? Попить вина или что-то покрепче? Нет-нет, крепче нет Крепче это очень тяжело Это нежелательно, нерекомендательно Вообще никак Все мы люди, как бы, да У меня есть очень много друзей У меня есть работа Очень много поездок, да И, соответственно, бокал просека я могу выпить везде Абсолютно всегда Но, когда я готовлюсь к какому-то важному старту Вот, например, вот к марафону Естественно, за два месяца до этого марафона Я практически полностью исключаю все вредные привычки То есть, ну Вплоть до кофе Да, вплоть до кофе Кофе тоже считается вредной привычкой? Да Но кофе после 35 лет вымывает железо Это критично для женщин То есть, мы ни в коем случае не пьем кофе перед марафоном зачем? Для того, чтобы на самом забеге То спортпитание, которое мы используем Оно подействовало сильнее Потому что оно содержит кофеин И оно должно подействовать А если ты каждый день будешь пить кофе То, соответственно, эффекта такого не будет То есть, вы еще на каком-то спортпитании сидите? Обязательно На забегах нужно питаться О, это что-то попахивает допингом? Нет, ребята, нам, любителям, до допинга очень далеко Потому что еще содержать своего терапевта-врача Спортивно это очень-очень дорого Конечно, какие-то консультации мы берем Сдаем вот анализы по кардио, по другим вещам Естественно, общий анализ крови Ну, то есть, мы вообще все люди это нормально Общий анализ крови, надо знать свой гемоглобин Сколько у тебя железа Я считаю, что это все должны сдавать Потому что мы сейчас же говорим о здоровом образе жизни А мы все любители Поэтому это нормально И, конечно, какие-то витамины, БАДы Я наверняка уверен, вы их тоже принимаете И я их принимал И когда надо, и когда не надо Раньше все подряд Сейчас более разборчиво Какие витамины, я четко уже знаю После анализа То есть, человек, который готовится к марафону Он становится таким более ответственным к своему здоровью, да? Да, да, да То есть, ты там смотришь витамины Чего тебе не хватает, чего хватает, да? На каком уровне там ферритин То есть, ты все отсматриваешь Вот, ферритин Очень важен ферритин Железо в организме атлета Это важно С нашей интенсивностью тренировок Ну, вот я прям подчеркиваю с нашей интенсивностью, да? Ну, вот я лично сдаю каждые 3-4 месяца Полный спектр анализов И этот пакет, он называется спортивный То есть, мы смотрим кальций, калий, магний, содержание железа, гемоглобин, сыворотки и так далее То есть, мы все-все-все практически смотрим Естественно, обязательно ЭКГ делаем Потому что, ну, в 39 лет бежать в марафон 42 км Это такое испытание на прочность И нужно заранее убедиться в том, что организм готов К такому стрессу А это стресс Естественно, мы не будем, как бы, самостоятельно все эти вещи делать Мы находимся, как бы, у нас у всех есть тренера Есть врачи, которые консультируют Буду спорить, не у всех Вы сейчас, знаете, пугаете людей Потому что, там, постоянно делать какой-то спортивный чекап, да? Иметь тренера, иметь врача, который будет тебя контролировать То есть, это все не требует больших финансовых вложений постоянно? Это дешевле, чем потом лечиться Такой хороший аргумент Это инвестиция в себя Нет, ну мы просто, опять же, мы хотим сказать, что с толкан чуть-чуть выше Есть время у нас, с которым, да, мы уже больше бегаем Если мы будем, мы же мотивируем, чтобы люди бегали, занимались собой И в любом случае, среднеэстетический человек, он всегда обращается все равно в клинику раз в год Вот, я обращаюсь раз в год, да, то есть, если толкан чуть больше, я раз в год Мне достаточно сделать ЭКГ и общий анализ крови Я считаю, что в мои 50 лет мне это достаточно, я себя чувствую хорошо Но я также призываю всех других людей, которые даже и не занимаются спортом Все равно делать чекаут раз в год, да, тот же общий анализ крови, тот же ЭКГ Все надо делать, чтобы мы все прошли ковидные года, это там 20-21 год, и все видели, на что мы напоролись, да, что мы потеряли Жекенти, а можете сказать, были ли у вас травмы? Потому что я помню, когда мы с вами познакомились, вы были на костылях Это называется усталость суставов от большого километража Я просто чересчур, если вот у толкан есть тренер, да, который контролирует их То у меня, я такой сам по себе человек, я не люблю, чтобы меня кто-то контролировал, кроме меня самого Я тренируюсь самостоятельно, то есть все свои ошибки я проживаю на себе И те, кто люди более-менее бегают, все равно, даже вот вы если будете бегать, вы будете в неделю бегать какой-то километраж Ну, допустим, 40 километров в неделю, это нормально, то есть если каждый раз бегать по 5-7 километров, это хорошо То я бегаю на вашем уровне очень много Сколько? 150 В неделю? Да, это когда идет подготовка, этого не нужно делать, когда ты не готов Для среднестатического И что произошло с вашими суставами? То есть у меня в год набег выходит от 4 до 5 тысяч километров, я в год набегаю столько Естественно, усталость суставов от асфальта Для, опять же, элитных любителей бега, таких сумасшедших, как мы, с толкан, есть самый страшный для нас это асфальт То есть для марафонцев это асфальт, то есть бегать по асфальту очень много, это очень плохо, он съедает суставы Поэтому нужно бегать по грунту, по траве, по горам, и вот в Астане очень классно бегать по зеленой дорожке, она смягчает Ну, естественно, обувь Опять же, мы сейчас просто много говорим, как мы много бегаем с толкан, да, и многие другие ребята, на самом деле В Казахстане сейчас очень много ребят, которые бегают очень много и очень хорошо, и быстрее даже нас Но вот за вами интересно наблюдать, потому что у вас такой инстаграм, где вот все про бег Вы делитесь, да, инсайтами, вы рассказываете, там, ставите перед собой новые цели То есть вроде как бегают все, но вот так вот прям очевидно ярко, мало кто Я хотел вести инстаграм немножко по-другому, ну, делиться деньгами, но народ не принял, то есть не понимал Делиться деньгами, это что значит? Ну, я хотел с людьми делиться тем, что я зарабатываю, как я зарабатываю, но люди неправильно это поняли Поэтому я стал делиться бегом Ну, у вас было такое, что вот вы потеряли мотивацию бегать вот за 4 года? Бывают перегорания, они возникают при неправильной постановке цели и ожиданиях То есть вот, например, один из марафонов я пробежала медленнее, чем я хотела И мои ожидания, они были заведомо неправильные Я их сама себе надумала, да И такое происходит, когда, ну, вот, нет, например, тренера, да, или же неправильно там, как бы, готовишься и так далее Я слишком быстро вышла на марафон Соответственно, я сильно расстроилась и потом думала, зачем я вообще бегать в марафоне, я не буду так больше делать Вот этого я не рекомендую, то есть нужно сразу идти к профессионалам своего дела, нужно идти к тренеру, ну, или в беговую команду То есть если человек бегает один, он может потерять мотивацию? Да, вполне вероятно, особенно на начальном этапе Ну, как бы, он может просто... И когда, как у меня, то я один Видите, как разумно Важно, вы меня не бросаете, хорошо? Нет, нет, все равно Потому что если вы меня бросите, я сразу в этот же день брошу А какие качества помогают воспитывать участие в марафонах? Ну... То есть не обязательно, вот вы бегаете, стремитесь пробежать в Токио, в Лондоне, в Париже Но можно же просто бегать? Да, и нужно Нужно просто бегать и все И это же, опять же, здоровый образ жизни Не только бегать, велосипед, плавание, футбол То есть вообще просто фитнес То есть я не призываю всех заняться бегом, а раз встать и бегать Ну вот что дают именно марафоны? Но марафон ты уже вырос Это ты из любителя бега 10-15 километров Ты уже вырос туда в топ И это очень сложно Это придет со временем, как любовь Как хорошее вино на созреешь И ты сможешь там на пике получать Мне, кстати, еще нравится Ахмарал Ран Она тоже меня впечатляет и мотивирует Вот Жакем меня спрашивал, почему я решила бегать Я подписана на World Run Хэштег, по-моему, или аккаунт в Инстаграм Как мне нравится, как они бегают И у них такие виды Там и красивая осень, и красивая зима Мы даже с ребятами изучили это, скорее всего Он на машину так садится, на багажнике сидит Это все снимает То есть это все вдохновляет Но когда ты выбегаешь Ты понимаешь, что, блин, ты должен быть физически к этому готов К любому старту нужно немножко потренироваться К любому старту Вот у вас есть прекрасная возможность сейчас 19 июня пробежать 10 километров Первый официальный старт Ну это не серьезно, как будто бы 10? Это очень серьезно для вас, поверьте Вы же сами сказали, что это спутник там Ничего страшного Москва не сразу строилась Медаль дадут? Дадут Медаль, футболку все дадут Ну ладно, медаль дадут Футболку дадут? Мы сейчас можем прямо в эфире зайти И сделать регистрацию И сказать, что ребята Динара Заджан бежит 10 июня марафон 10 июня Ой, история 19 июня 10 километров Мы все сюда прилетаем Мы все сюда прилетим Но вы 42 Нет, 19 будет полумарафон То есть в рамках полумарафона будет забег на 10 километров И 21 И 21 Да, я побегу 21 километров Ну конечно же вы выиграете Я поспорю Мне кажется, что почему Ну и вы, и вы Потому что потенциальными победителями сижу Мы любители Вы игры профессионалы Есть ребята, которые со сборной Казахстана И которым по 20 с чем-то лет Они бегут быстрее нас, естественно Они профики, да Потом мы категорийные ребята Мы в IG категории 35-49 лет там и выше Да, есть 35-45 То есть везде по-разному Каждый лежит в своей категории, да? В своей категории у нас очень высокие шансы на победу Но никогда нельзя недооценивать И раньше времени расслабляться вообще никак нельзя А важно, чтобы в конце кто-то тебя ждал? Очень важно Вот в Бостоне мне этого не хватало Это был первый марафон, где я финишировала одна И дальше грустно шла 5 километров до отеля одна Мне прям не хватало этой поддержки То есть в идеале кто вас должен ждать? Супруг Супруг Просто хочется в конце кому-нибудь вот упасть в руки Это очень тяжело 42 километра это стресс И хочется в конце вот просто расслабиться Да, потому что американцы обнять просто Там, кстати, на Бостоне был Там есть один участок Там целуют Там целуют Есть участок 25-27 километра Целуют это интересно На самой знаменитой горе Вот бостонский марафон Это гора разбитых сердец Да, он идет через 8 городов Каждый город на каком-то холме Ньютон-хилл Он один из самых высоких получается Ну, Ньютон-хилл называется И хард-брейк-хилл Вот там, где разбивается сердце Вот вся эта гора Она выстроена Живой коридор Выстроен Из девушек Студенток И они ждут Они ждут Своих марафонцев И они все стоят с плакатами Kiss me, hug me О май гад Есть легенда Что если ты не поцелуешь студентку То что случится? Ну, разобьется сердце твое Ну, я не стал целовать Я бежал за временем Целовать из ЖК Нет На такой скорости невозможно Если честно остановиться И не хочется терять время на поцелуйчике Не, ну давайте мы вернемся к тому Бежите ли вы, Динара 10 километров Я бегу 10 км Я пробегу Я с вами в первый же день 7 пробежала Давайте сделаем регистрацию Сейчас мы сделаем регистрацию Это точно мы сделаем Не переживайте Вся команда наша зарегистрируется Вся И у вас будет первая медаль Да А есть ли у вас ритуалы вот перед забегом? У меня нету, я все нормально Я делаю просто правильную белковую углеводную диету Ну там заснуть во сколько-то, чтобы выспаться Нет, тут все хорошо Главное не нагулять Просто очень многие любители Вот первая ошибка, которую совершают, да, когда Особенно едут за границу У меня был первый марафон в Стамбуле Заграничный Полумарафон Мы прилетели туда и как туристы Несмотря на то, что в Стамбуле были раз 10 до этого Но зачем-то мы пошли гулять по Стамбулу И нагуляли там 35 тысяч шагов Вечером я поняла, что у меня от ног ничего не осталось Я просто выгулила всю свою, как Расстратила энергию, да? Расстратила эту всю энергию И на следующий день, естественно, мне было тяжело Вот этой ошибки допускать нельзя Перед забегом надо как можно меньше ходить Есть то, что хочется, вот полезное, да? То есть это углеводная загрузка Мы едим пасту Если это марафон Но, естественно, пасту есть на 10 километров не нужно Как бы Мы пьем Если разбирать, Динара, на самом деле марафон Это очень много и сложных там тонкостей И очень-очень много хитростей всяких Подготовка очень сложная Мы же сейчас хотим, призываем Наш всех любителей Вообще как можно больше Я за здоровый образ жизни наших всех казахстанцев Чтобы хотя бы просто бегать И мне очень приятно на самом деле, что вы вот вышли первый раз И мы с первого раза подтянули с вами Здесь порядком более 20 человек, девушек пришли бегать И сейчас они меня осаждают Где Динара? Где Динара? Я говорю, я же есть Но мы хотим еще Динара, чтобы Динара тоже была Окей, нет, Динара будет бегать Жаке, что делать, если при беге высокий пульс? Чтобы бегать быстро, нужно бегать медленно То есть мы сперва будем тренироваться бегать очень и очень медленно Долго, упорно, нудно И потом мы побежим быстро Ну, кстати, мы когда бегаем, мы замечаем людей, которые бегут прям быстро, да? То есть это ненадолго Толкен был такой опыт, она побежала очень быстро свой первый забег на спор И на финише еле дошла его То есть в начале, получается, это нужно вот всю эту энергию как-то распределить до конца, да? Нужно сдерживать, нужно сдерживать, да Первый темп, который, как мне рекомендовали изначально, да? То есть нужно держать разговорочный темп То есть вы бежите и вы должны иметь возможность разговаривать И тогда, значит, все хорошо И даже не важно, что это восемь, девять, десять, да хоть пешком Но главное, чтобы вы не неслись в первый раз Ну, а потом можно со временем скорость набирать? Да, 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 конечно Опять же, это вот все в рамках тренировок То есть мы не можем просто побежать Как подготовить, допустим, человека с дивана пробежать десять-двадцать километров? Элементарно, то есть он сперва набегает недельный объем Вот, если он более-менее нормально это проглатывает Допустим, 40-50 километров в неделю И тренер это видит, да, допустим Вот если мы с вами начали бегать Я понимаю, что вы терпите семь километров, но десять вам тяжело То мы даем вам условно 50 километров в неделю Если вы каждую неделю набегаете 50-60 километров в неделю То более-менее вы готовы Потом в тренировочном цикле есть очень много таких тонкостей Когда вы будете делать интервальные тренировки, СБУшки Будете делать фартлейки, будете делать набегание в горочки Будете просто трусить, то есть это уже тонкости, да? Поэтому сперва для начала нужно просто хотя бы выйти вот в замечательный ботанический сад Пробежать круг в 4 километра и сказать, я это сделала, да? Потом это войдет в привычку Самое главное, оказывается, это не останавливаться Самое главное не останавливаться И самое главное дружить с правильными ребятами и девчатами, которые бегают Короче, дружить с вами Редактор субтитров А.Семкин